Весь народ умеет, это Лидия от народа умеет. Весь народ умеет, это Лидия от народа умеет. Весь народ умеет, это Лидия от народа умеет. Так, ну что, как дела, ребят, перед выходными? Не планировал, если честно, выходить сегодня в лайф, но я привык к тому, когда про меня там телеканалы плохиша и его эти негодяи, блогеры и прочие нечие, значит, готовят какие-то там бандитские новости и так далее. Но, послушайте, сегодня меня обвинили в том, ну что, не то чтобы за дело, но вы понимаете, это уже абсурд. Поэтому хотел с вами поговорить, тем более важный день. Завтра мероприятие, большой протест на юге в Камрате, значит, послезавтра в Бельцах на площади, также в 11 утра. Понимаете, и тут сегодня меня обвиняют в том, что я дал команду и силой вытаскиваю работников муниципальных предприятий на протесты. Вы понимаете, то есть, все что угодно, про солнцевскую мафию, про то, что какие-то там негодяи, преступники, задержанные за рубежом, за банкоматы и так далее, чуть ли не мои друзья, хотя этих в лицо никогда не... Но то, что я силой вытаскиваю людей на протесты, ну, понимаете, ну, точно к доктору надо отправить. И эти журналисты, опять эта помойка, там, политикс написал, оттуда уже пошли все эти плохие, что вы там, и так далее. Усатой силой людей заставляют выходить на протесты. Это, конечно, это, короче, эта новость, она... Эта новость, она сделала мой... Сделала сегодня мой день. И я думаю, что даже является поводом для хорошего настроения, думаю, точно на ближайшие там 3-4-5 дней. Поэтому, понимаете, сегодня это... Вся эта их затея, опять там, обескуражить людей, запугать, вот, смотрите, силой вытаскивать. Нигде мы силой никого никогда не вытаскиваем. Мы никогда не допускали, что в протестах люди участвовали за деньги. Так это делают плохие штабы и так далее. Были какие-то моменты, люди едут издалека, людям давали воду без газа, там, какой-то бутерброд, все помнят это, там, делали горячий, и я это делал по-человечески, понимаете. Но то, что они заявили, это, конечно, мощно. А вот у меня вопрос к политикам, публикам и так далее. А когда вся толпа будет скандировать жест плохотнюк, это тоже под угрозой? Все те, которые привозил плохотнюк на площадь, они кричали, да, жест плохотнюк, когда он их привез, когда он выдвигал себя примером, помните, да? А тут, как бы, получается, что обвиняется он. Как я отношусь, особенно к рабочему классу, они говорят про озеленение и так далее. Если есть хотя бы один работник живой, говорю это со всей ответственностью, который скажет, значит, вот, ребят, напишите мне в личный фейсбук, кого из вас хотя бы одного человека заставили с муниципального предприятия выйти на протест. Мы никогда этого не делаем, мы всегда негативно относимся там со всяким там плохишами и так далее. Рабочий класс делает ему что-то плохое, незаконное и так далее. Но это просто исключено, понимаете? Пламень не больно. Или они хотят затмить там очередной гей-парад в воскресенье. Может быть, плохиш хочет перебить, чтобы мы не вспомнили о том, как плохиш выбежал из зала, ну, чтобы не зашквариться. А всех остальных там заставил голосовать там про голубых, розовых и так далее. Может быть, это они хотят скрыть от людей. Пытаются перебить. Опубликовал вчера переписку там милиционера, вы видели, да, очередную. За что там отвечают на гей-параде Кавкалюк и так далее, и так далее. Ну, работники полиции должны выполнять свою работу на любых мероприятиях. Просто я, если честно, переживаю из-за того, что Кавкалюк, он такой, ну, очень светленький. Ну, такой уляко-рыженький, уляко-светленький. И просто, чтобы случайно Кавкалюк не забеременел на этом гей-параде. Вот чего я опасаюсь там, ну, потому что это может, скажем так, быть фундаментом какой-то нездоровой тенденции на будущее. Вот за это, как бы, сегодня нужно реально переживать. Вот. По результатам конкурса, ребят, получал очень много писем, задавал очень много вопросов нашим коллегам. Значит, ребятам в центральном офисе, у которых была одна простая задача. Значит, я попросил их, значит, отсеять, потому что, когда там за одного видео голосовало в день 6 тысяч человек, а просмотров было реально всего 200, значит, ну, это, значит, ну, ребят, давайте говорить серьезно. Плюс там со всеми говорил, ну, все объясняют, что, ну, вы понимаете, Ренат, кто-то накручивал, вот, и мы, как бы, начали накручивать, ну, то есть оправдание. Ну, это неправильно. Вот, значит, есть результат, где посмотрели все эти IP-адреса и так далее. Ну, когда какая-нибудь в Гвинея голосует там сотни человек в день, ну, ребят, это тоже перебор. Поэтому взяли за основу Молдову, значит, плюс посмотрели за рубежом то, что не вызывает сомнений. Значит, ребята пришли к следующему результату. Значит, а, первое, хочу сделать поправочку. Значит, я говорил о том, что общий призовой фонд 200 тысяч лей. Значит, 100, 60 и 40. Значит, мы его с вашего разрешения немножко изменим. Вернее, призовой фонд, так сказать, 200 тысяч лей, но предлагаю чуть-чуть перераспределить. Объясню вам почему. Значит, я предлагаю, что первое место получило 80 тысяч лей, да? Значит, второе место, значит, второе место 50, значит, третье место 40, третье место 40. А вот, как бы, то, что подрезали у первого и второго места, значит, на четвертом месте там, получается, самая взрослая участница. Это все видели бабушку с фалейш-гранатометом, да? Значит, она на четвертом месте, как бы, человек 70 лет, с внуками, с соседями, с мало видео, ну, и чисто по-человечески, значит, что-то махливать там добавлять мы не стали. Но я считаю, что бабушку под номером 18 нужно взять во внимание. Поэтому, соответственно, она получит за четвертое место, как можем, назовем это приз зрительских симпатий, потому что очень многие мне писали, вот, женщина в возрасте, кто-то снимал и так далее. Но обо всем по порядку. Итак, первое место, значит, у нас, так, сейчас открою. Значит, ребят, чтобы не было вопросов, значит, значит, вот скриншот бумаг, видите, да? Это вот анализ по этим всем накруткам и так далее, который был. Значит, есть подробный анализ в центральном офисе, вы можете обратиться, вам это все покажут, это не секретно. Значит, есть аналитика голосования. Итак, значит, четвертое место, приз зрительских симпатий. Это у нас 30 тысяч лей, значит, уезжают бабушки. Значит, видео номер 18. Значит, третье место, значит, третье место, это у нас видео, значит, номер 00, значит, 008. Видите, да? Так, значит, 8, а, это и Миссюня Лумина на канале, да, номер 8. Значит, они, получается, выиграли видеокрестики и нолики, третье место, поэтому они получают 40 тысяч лей. Так, видео номер 18, дальше. Видео номер, видео на втором месте. Значит, второе место у нас выигрывает видео номер 016. От создателей легендарного фильма, как украдить Гандона. Значит, поэтому... Значит, ребят, те, кто онлайн смотрят, особенно софи, опубликуйте, пожалуйста, все эти видео, 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 видео в комментариях, чтобы люди имели доступ. Так, и так, значит, я сказал, видео 016 выигрывает, значит, участники, участники, которые зарегистрировали, видео, что было зарегистрировано под номером 016. И самое главное, первое место, значит, первое место выигрывает видео под номером 003. Вот, поэтому, как бы, видео 003, значит, выигрывает главный приз. Вот, поэтому, вот такая ситуация. Ситуация. Значит, по видео разобрались, значит, за призами, значит, звоните, этот, звоните, ребят, в центральный офис, пишите на e-mail, который вы отправляли, значит, повторяю, первое место это видео 003. Второе видео, значит, второе место, так, еще, чтобы не напутать. Значит, первое место, значит, видео 003. Второе место, значит, видео номер 016. Второе место, видео 016. Третье видео 008. И четвертое место, приз зрительских, приз зрительских симпатий, значит, это видео 018. Значит, оставляйте свои координаты, потому что из всех, из всех, у меня нет координат участников, значит, победителей. Значит, поэтому оставляйте свои телефоны, я с вами свяжусь, значит, и передам вам выигрыш, договоримся как. Не буду говорить об этом прямом эфире, как мы это будем делать, потому что, как бы, ну, какой-нибудь кавкалюк возьмет и отнимет у вас сейчас все по дороге. Они сейчас злые с этими гей-парадами, поэтому пока они там в воскресенье не нацелуются, значит, не, значит, ну, я считаю, что является рискованным. Вот, значит, собачки шумят, друзья, друзья подрастают наши. Вот, значит, пока, значит, по конкурсу я все сказал, значит, важный еще момент, ребят, значит, завтра в 11.00, большинство из всех, кто следят за моей страницей, за моим аккаунтом в фейсбуке, знают о том, что будет завтра на юге организован протест. Значит, значит, в 11.00 собирается все в городе Камрад возле автовокзала и оттуда дружным маршем, значит, движетесь в сторону площади Камрада. Значит, 21-го, значит, такая же акция в 11.00 будет, пройдет в городе Бельце. Я хочу поблагодарить всех наших активистов за то, что информируете людей. Я знаю, что раздаются пригласительные, там, листовки и так далее. Поэтому задача у нас простая – разбудить страну, людям сказать правду, потому что эту правду обязаны знать все граждане Молдовы. И самое главное, что правда, версий может быть очень много, но правда у нас одна. И вы все знаете нашу позицию. Так, дед, ну-ка, поздоровайся с нашими друзьями, а? Мальчик, мальчик. А, дед, дед, ну что ты, мальчишка, а? Сейчас ведут тебе, не выскакивай тут. Дед, фу, фу, на место сказал, на место сказал. Деду я сказал на место. Деду я сказал место. Вот он, тигр. Дед, ну поздоровайся с... Фу! Так. Значит. Так, мальчик. Ну покажись. Какой тигр на 90 килограмм, маленький. Скоро уже догонишь. Скоро еще 10 килограмм и догонишь Колю Цуповича. Да, малыш? А? Мальчик. Не наступай, слушайте, нога 42-го размера. Дед. Да, мальчик? А? Да, да, конечно. Конечно, да. Еще чуть поешь и будешь как кулек. С нашей партии, да? Спрашиваю, какая порода. Порода? Испанский мастиф, да? Мальчик. А вот там сзади грустный парень с голубыми глазами. Его зовут Снежок. Его тоже, на сестре. Дед, а? Слушай, могу вас выпустить. Сейчас начнем жреть катакомбы. У нас проблема. Да, дед? Ну что это, мальчик? А? Ну, ты какой? Вот. Здесь домик деда. Значит, дед здесь живет. Дед здесь живет. Домики. Кстати, я вам скажу, что у меня... У нас в фалешках была комната не намного больше. Деда, да? Снежочек. Ну что ты, голубоглазый мальчик, а? Сейчас тебе тоже зайдем, ладно? Это Снежок. Голубоглазый парень. Да? Почему Снежок отдельно от деда? Ну, потому что они вдвоем просто такой кипр, что сражают. Они и так вот рвут фундамент, арматуру. Дед, ху! Вот. Выходят они... У них тренировки раз-два дня. Инструктора их занимаются. Тут у нас, слава Богу, поле. Большая деревня. Значит, сейчас идем к Снежку. Так. Снежочек. А? Как ты? Мальчик. Мальчик, ну что ты, а? Смотрите на этого голубоглазого паренька. Сейчас тебе зайду. Снежок, фу! Не остыскай. Иди. Иди, я тебе сейчас устрою. А? Голубоглазый. Ну, посмотри на народ, ну. Снежок. 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 Вот он какой, да? Волчоный, да, маленький? Слушай, дед, не нервничай. Вот, поэтому маленький. Тихо, 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 Снежок. Вот и такой, конечно. Он у меня смотрит по вечерам. Иногда любимый фильм у Снежка. Значит, у Снежка любимый фильм. Побеги с Шоушенка. Помните, да, этот фильм, где там банкиры, там незаконно посадили в тюрьму. И он там что-то более 20 лет рыл подкоп. Так и наш Снежок, чтобы вы понимали. Сейчас эту часть заделали. Ну, вот, представляете себе, вот под забором, значит, под забором, значит, бетон. Сейчас заделали камнями. Вот, и вот это все, он примерно раз, две, три недели начинает это самое. Да, Снежочек, ты такой? Ну, покажи голубые глаза. Снежочек, ну, маленький. Маленький. Значит, единственное, кто благодарен Плохотнюку, его прокурорам, его прокурорам за то, что я нахожусь в Москве, это, конечно, собаки. Вот. Все, все, не нервничай, мальчики. Видели, пару дней назад был снег, и сейчас так более-менее эти дни потеплело, значит, начали расцветать цветы, цветы, значит, значит, азалии первыми пошли, потом какие-то новые привезли, расцветают, практически ничего не добавлял. Такая ситуация. Вот. Значит, ладно, ребят, поэтому я вам всем желаю хороших выходных, проведите их с близкими людьми. Значит, спасибо всем тем, кто участвует в акциях протеста с юга, значит, в Камраде, послезавтра в Бельсах. Про 22-е я вам уже говорил. Значит, приглашаем всех, всю страну, на храм города Бельса, и параллельно кто-то может посетить и другие праздники. У нас также будут красивые мероприятия и в Олештах, и и в Дандюшанах. А, в Басарабянске, я говорил уже, делаем на день раньше, 21-го, чтобы делаем 21-го, потому что технически не успевали там пооборудованному. Поэтому 21-го в общем будет весело также у Валентина, чем поешь. Значит, ребят, насчет встречи и так далее, я вижу тут вопросы, значит, пишите мне в личку в Facebook. Ладно, всем привет, хороших выходных, удачной работы, завтра по видео увидимся и в Камраде, и послезавтра в Бельсах. Всем огромное спасибо, вас люблю, пока, хороших выходных. Мадоксер, блядь, дырась.